Ты сейчас нам дату покажешь. Лучше может, не такие глаголы. Я сейчас не читаю, что до наступления эпохи зрелых характеров, а храмоведы, соответственно, будут доделаться как раз эпохи зрелых характеров. И вот сейчас мы хотим привести еще одну. Речь пойдет по погребению. От храмоведа описывают различные способы обращения с умом. Цитата. Что зарыты, что засеяны, что сожжены и выставлены. Здесь перечислено у нас 4 типа погребения. Всех этих отцов о агне привези, чтобы они впустили жертвенное разгребяние. И дальше продолжать. Что сожжены агне, что не сожжены агне и наслаждаются посреди неба с помощью сватха. Вот сватха это теория по ритуалу. Одним из способов погребения, согласно от храмоведу, является только положение передаемого гроба. Как можно исполковать вот следующий высказник. Пусть дерево тебя не угнетает, но великая божественная земля. Найдя себе место среди отцов, процветай среди тех, чьей царь Ян. Также указывается, что в могилу помещались сосуды с погребальной пищей. В частности, об этом говорит следующее сообщение. Горшки, накрытые лепешками, что боги держали для тебя, добудут они тебе полными сладко, полными меда, с очащимися жиром. Отдай снова у лесного дерева того, кто положен для тебя, чтобы он сидел на месте Яма, обсуждая заповеду. Вот такие, как бы, описания повредения, содержатого храмоведа. Именно такой обряд, судя по описаниям, зафиксирован в наряде кладби, дырелый характер, 2600-1900 годов до нашей идеи. В частности, в Калибангане и на Сарасваде преобладают... Вот карта, вот вы можете видеть, что в Калибангане, вот это река Сарасваде. Преобладают вытянутые погребения, группирующиеся в комплексе по 6 местам могил. В одном из них, где был захоронен дожилой мужчиной, демонстрищный, обнаружено свыше 70 сосудов. В Калибангане, в Сарапино, Аравии, в Пинджабе, в Латхаре, в Джарате. Умерших хранили в грунтовую мобильную яму, иногда обложенную по периметру фиктовыми кирпичами, вытянутой козой на спине головой носили. Сопровождающий материал включал посуду под пяти сосудов лотхами до 72 калибангане. Также украшения, иногда несуну пищу, о чем свидетельствуют кости животных мобильных. Схожий обряд наблюдается на кладбище Архиварки на Дришадваде, это приток Калибангане, в Сармане. Здесь она, по-моему, не указана, но она вот здесь находится. И в Сармане, и в Упале, в Пинджабе, в Пинджабе. Сначала вырывали прямоугольную яму размерами, приблизительно 2 метра, то есть 5 сантиметров длиной, 90 сантиметров шириной и 60 сантиметров глубиной. Мертвое тело помещали в нее вытянутся в положении, головой обычно на северо-запад, помещенность хорождали горшками низкими, а в кольце ямы выполнены в зиму. В Харапе на кладбище Архиварки 37 была обнаружена могила, в которой вытянутая на стене тело было помещено деревянный гроб с крышкой. Обставленные 36-ю сахутов, еще один из 11 гробов. Дальнейшие раскопки показали, что этот способ погребения был включен в Харапе, еще одно захоронение в деревянном гробов было найдено в Раке-Грабе. На практику Харапцами иных погребальных обрядов указывают редкость обнаружения могил при расстройках поселений при сопоставлении их с размерами и предположительно вычисляемой численностью их обитателей. Макия объясняет это тем, что люди культуры Харапа обычно сжигались на их поклонах на берегу реки, после чего петон бросали в реке. С ним соглашается посыл. Киноэту Меду указывают, что древняя Харапа общей площадью более чем 150 гектар могла быть более густонаселенной в период после сбора урожая или во время торговых и праздничных мероприятий. От 60 до 80 тысяч человек могло проживать в городе в период его наибольшего увеличения. Даже если население было значительно меньше, 280 погребений кладбища Харапского периода представляли бы лишь небольшой сегмент всего населения, проживающего в городе. Мы хотим подчеркнуть этот факт. Точно такая же ситуация характерна для всех других Харапских кладбищ, обнаруженных в настоящее время. Кладбище на других кунских памятниках редкие, и пока не было раскопано ни одного большого микроба, и распространяется кладбищем Харапского периода в Харапе. На поселение Раскигарки, которое по отчетам простирается на более чем 300 гектар, было описано только 11 погребений. Поселение Тхалавира оплатывает более чем 70 гектар, но раскопали лишь несколько могил и было обнаружено относительно немного стилетных остатков. Никакого кладбища не найдено на главном поселении Махен-Дагара, хотя останки примерно 46 индивидуумов были выявлены в ходе раскопок, которые делали в них общий день памятник. Некоторые замерзанные могилы и простые останки людей были обнаружены при сооружении канала вокруг поселения. Есть лишь несколько других кладбищ на низких памятниках, которые были широко раскопаны и исследованы. Все эти поселения намного меньше Харапа, и количество найденных погребений не соответствует общему размеру кладбища или самого памятника. Например, Латхал, Буджарати, Памана, Альяне, Труфар, Бенджаби, Требанган, Раджаскаль. В противоположность относительно малому числу индивидуумов на Таракских кладбищах, не кроме периода 3-го бронзового века памятника Тетагисар в Иране, поселение примерно 6 гектар площади, имел 600 погребений. А кладбища на меньших памятниках Джархутана и Саркалитете, 0,8 гектара в Иркестане, содержали 123-135 гектарных саплетов. Далее, с запада, на поселении Урк, Вираке, Терпу и Мукая, площадь центральной территории на полной 9-6 гектар. Общий счет царского кладбища составил 2100 погребений, крытов на территории приблизительно 70 на 55 метров, хотя Гулик подсчитал, что это в 1-2-3 раза больше этого числа человек. Эти очень общие споставления с другими памятниками показывают, что кладбище в Харапе содержит относительно небольшое число погребений в масштабах инстаграмности. Также совершенно ясно, что харапские погребальные традиции очень отличаются от погребальных традиций других одновременных обществах Западной и Средней Азии. Ранние раскопщики, такие как Шарма, отметили тот факт, что харапские погребения не могут представить все население на их соответствующих памятниках, и что харапце должно быть использованы другие модели избавления отрядов. Кхош предположил о том, что он исполковал он как харапскую площадку для кремации на поселении Таркангала-Деа, но никаких других свидетельств о подтверждении не было найдено на харапских памятниках в ходе последствий к Ростову. Другие варианты обхождения сумерзшими включают в себя выставление, кремацию и выбрасывание тем не менее. Один или более этих методов мог или могли применяться в частях харапской популяции, но пока нет конкретных показателей, чтобы показать, какой из этих способов из двух причин. Таким образом, данные от Хараведа о трупоположении в деревянном городу с помещением в могилу сосудов с погребальной пищей соответствуют аналогичному способу обращения в части, имеющих характерных для времени Харапа, 2600-1900 годов до нашего. Что еще раз дать первое от Хараведа в этом времени. Ну, от Хараведа также упоминает и трупосожение, причем в трех кострах. Путь Ангерасов – восточный огонь, путь Адитлев – огонь домохозяина, путь жертвенных дорог – южный огонь. Здесь учитывается три огня. Досожжет тебя на благо восточный огонь Свердии, на благо досожжет тебя огонь домохозяина сзади, досожжет южный огонь твоего убежища защиты. Стат конями, ведущими на спине, увозите вы по агу, ножное число, с помощью самых благодатных тел тех, кто принес жертву в небесный мир, где перуют они на совместном перу с богами. На благо у агу сожги его сзади, на благо спереди, на благо сверху, на благо снизу раздвижения. Один трояк разложенный, тот же Таведас, на тот существо пяти тага, направь его со всех сторон вместе в мир благих деляний. Дохватят на благо зажженные огни. Готовят его здесь для праджопатии и для жертвы, и пусть Таведаса не откинут ничего прочь. Движется жертва, потянувшись, направляя принесшему жертву в небесный мир. Данеслодятся огней им, пожертвованию целиком. Принесший жертву поднялся на сложный костер, готовый лететь в небо со стремлением баскова. Это вот говорится в 18-й, одной из поздних книгах того века. Древнейшим похоронным обрядом ригведийских арий является Ингумакзе. В семейной мандале ригведы, в дальнейшей части, называется Магио. Там говорится, не хотел бы я, полуворона, уходить в земляной дом, о царь, прости, о добрый, и великий помех. Термин «кровьяд», пожирательное мясо с кровью, в самых ранних частях памятника, то есть это фамильные, вторая и седьмая мандалы, и девятая мандалы, и в том, упоминается только один раз по отношению к демону, ненавистнику молитвы, пожирательного мяса, с грозным взглядом, к имидии. Нет его и в более поздних слонях ригведы, в мандалах первой и восьмой. Для описания огня погребального костра, а именно Агни кровьяда, он начинает применяться только в самом позднем десятом цикле собрания, где также появляется выражение «возящие мясо с кровью огонь», «облик огонь корабля Вахана». Поэтому мы не можем согласиться с Елизаренковой в том, что уже в стихе седьмой фамильной мандалы «земляной дом» означает мобилу, в которую погружают прах после кремации, как было на выходе. Здесь речь идет о трудоположении. Сравнение с данными отравоведа говорит о том, что переход от агумации к кремации начался у Арии за какое-то время, до 2600 года до н.э. в период составления самых худших частей региона. Описанный отравоведой обряд трупа сожжения в трех огнях стал прототипом для поздних арабского обряда сожжения трупа в кирпичной камере, в том числе с помощью окружающих ее трех костров. Такой ритуал зафиксирован на густомском этапе саполинской культуры с Юго-Востока и Средней Азии, куда мигрировали из Индии поздние харабцы. Густомский этап сейчас датируется в 1600-1500 годах до н.э. Недавно в Санауле, в Тар-Продэш, на поздних арабском кладбище нашли двиненную камеру для кремации. Это все в Густом. Тут видно очевидение. Это вот фотография. Это вот Санауле. Это уже для крема. Тоже висклубная камера. Вот и в его креме. Значит, таким образом, так как в самхитах кремация трех конструкт первого, который описывается во хорловеде, мы делаем доминальные сооружения каких-либо терпичных крематорий, то обряд от хорловеда следует признать прототипом Густомского. Таким образом, весь текст от хорловеда должен дотелываться не просто ранее 1600-го года, до нашей эры, а значит, на ранее, то есть эпоху древних характеров. Регведа оказывается еще древнее, минимум на несколько столетий, чем от хорловеда, еще и потому, что в ней тройная кремация не упоминается, упоминается просто кремация. Мы практически получаем новую надежную верхнюю границу в дальнейшем слое в югистском корпусе текст от Санхит-Неста со столетия 2600-го года до нашей эры, то есть конец и конец древних характеров. Ну, естественно, это еще раз проявляет теориалисты вторжения и присоединения во втором тысячелетии на нашей эры. Вот. Спасибо. Вопросы? Так, один глобальный вопрос, если позволите, так сказать, примитивный, наверное, но глобальный. Значит, вот, получается, что арии сосуществовали с носителями арабской культуры, или там все сложно? Получается, что арии и были, ригведийские арии были предками зрелых арабцев, а хоровидийские арии были фактически современниками, как минимум, а может быть, и части популяции носителями зрелых арабцев. Но это так получается в моей реконструкции, которая весьма отличается от других. То есть, харабцы это не протодровиды, которые потом туда... Нет, никаких доказательств до сих пор того, что это дровидский язык не было найдено. По антропологии-то они... По антропологии тоже. Хорабцы относятся к юго-восточной части восточно-средиземноморского типа. Например, они полностью совпадают как части одной популяции. Это данные Дузовой и Надежды Анатольевны, доктором геологических навыков, которые руководили в Магианской арии о том, что население Ирана и харабцы... Вот именно. А также это один навык. Спасибо. У меня вопрос. Вот такие уверенные заключения, хронология, по моим данным. А вы же не привели ни одного сколь-нибудь надежного хронологического репера. Какая вот там у вас куча керамики? Она гончарная или пнает? Вы сейчас о чем говорите? Вот у вас там на первом же плане была куча керамики погребили. Она гончарная или пнает? И 36 сосудов. В арабской культуре в зрелой харабской культуре там и торговая керамика керамика и есть лепонососуды. Но арии это их не приемлемо. Почему? Да потому, почитайте внимательно. арии это не приемлемо. Это мило. Почитайте, да не мило. И второй вопрос. Если это порождение городской харабской цивилизации, почему в Легведе, в Ахарбовее даже все-таки отражено совершенно иное мировоззрение. Селян, пастухов, где города, где вся... Вот я еще пояснил. Если мы берем Месопотами, Эпосы, Гильдамиши, другие документы, там видно, что это все родилось условно говоря в городах. Вот это все. Этого же всего нет. Гигантские города. Александр Павлович, я как раз в прошлом году выступал в доклад о хвостях и где рассказывал о количественных временных крепостей в Регведе от Хараведия. Не крепости, а гигантские города. Какая это крепость? Мировоззрение от Хараведийцев это эпидичное мировоззрение горожан. Потому что они даже все мироздание представляют в себе как салатую укрепленных поселений. Это поздно. Это поздно. Это как раз получается эпоха зрелых арабской. Это по вашей датировке. А возьмем Регведу. Где в Регведе отражение города, идеологии города. Регведы как раз относятся к эпохе Раи, Харава, о чем я тоже говорил, где только появляются первые крепости с 3300 до 2600. В чем крепости? Раи, правильно, прикрепленные поселения, так они есть. Весь начинал подумать не только над той корзиной, куда ты кладешь себе нужные вещи, но и тем, что они вписываются в этот концепт. Я много лет уже кладу эту корзину в одну корзину. Да, правильно. Спасибо большое. Спасибо. Так. Давайте пойдем. Все, нажимай, да. Ну вот это наверное. Что-то сохранится. Да, все, оно сохранится. Спасибо, Дим. Извини, что я тебя напрягаю. Так, кто у нас уезжает-то? Горит. У кого? Следующий доклад у вас.